МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Садитесь, пожалуйста. Так, 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 так. Значит, мы с вами рассматривали, что такое развитие, да, социальное развитие. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, через разрешение противоречия. А раз через разрешение противоречия, то, следовательно, в этом развитии есть две противоположные тенденции во всяком развитии. Одна тенденция, которая совпадает с направлением развития, то есть движение низшего к высшему, простого к сложному. И вторая противоположная, которая как раз разрушает это вот более сложное передовое, высшее, и направляет к низшему. И вот поэтому развитие социальное мы должны рассматривать как не просто борьбу через противоречия или разрешение противоречия, и как борьбу противоположных тенденций. Раз это противоположные тенденции, то есть их носители, проводники, представители. Причем сначала мы берем крупное деление, это прежде всего классовое деление. Есть классы, которые выступают за прогрессивное развитие, это прогрессивные классы. А есть классы, которые выступают за противоположную тенденцию, это реакционные классы. Но нет таких классов, которые навсегда прогрессивные или всегда революционные. Это вопрос исторический. Мы прекрасно знаем, что когда появлялся только еще рабовладельческий строй, рабовладельцы были классом прогрессивным. Потом они стали классом реакционным, который задерживал развитие вообще истории, тормозил это развитие, класс стал разлагаться, все свои функции передавал рабам, и им не давал развиваться, этим самым рабам. И в итоге он пал под набегами варваров. Но это все знают, что набежали варвары, а то, что сохранились завоевания культуры, науки, сохранились средства производства, орудия труда. И поэтому не вспять пошло развитие, после того, как разрушились большие и крупные рабовладельческие государства, а началось развитие на новой основе. И вот то обстоятельство, что раб, то есть главный создатель материальных благ, материальных ценностей, эксплуатируемый класс рабов, был лишен всего и в любой момент мог быть убит, как рассматривался просто как говорящие орудия, и этому был положен конец. Появилось другое общество и другого рода зависимость, и вместо рабовладельческого строя появился феодализм. С работником уже нельзя было поступить так, как поступали с рабом, он уже не был просто говорящим орудием, он был человеком, но его можно было продать. С землей, без земли, с семьей, без семьи, и можно было подвергнуть телесным наказаниям. Но при этом работник не все время посвящал трудам только на благо своего хозяина. На барщине он работал, в зависимости от того, какие были помещики и феодалы, или три, или четыре дня, иногда больше, иногда меньше. Но постепенно государство само феодальное вводило некие общие требования класса феодалов, пока феодалы были прогрессивным, и они способствовали как бы установлению этого строя вместо рабовладельческого. И оно вводило барщину только трехдневную, с тем, чтобы четыре дня работник мог уделять своему хозяйству, с помощью которой он поддерживает существование себя, своей семьи и обеспечивает воспроизводство главной производительной силы человечества. Поэтому феодализм открыл новую эру более быстрого развития производительных сил. И мы знаем, что для эпохи феодализма характерно не только развитие сельского хозяйства, прежде всего на латифундиях помещиков, а там и управление имело место, и кооперация под управлением соответствующего управляющего. То есть там не был труд, так сказать, одиночный, мелкий и частный, а там был труд на крупном, большом поле, труд с применением соответствующих механизмов и средств производства. Кстати, лошади – это средства производства или нет? Да, да. То есть вот необходимо, были и безлошадные крестьяне, а есть крестьяне, у которых лошади есть, значит, у них есть средства производства. Они могут вести сельское хозяйство с использованием этого средства производства. Есть и другие средства производства, как кур является средством производства яиц, – да, а свинья является средством производства сала и свинины. Земля, соответственно, является средством производства, и хотя вся земля помещичья, но помещик выделял достаточной земли для ведения крестьянского хозяйства, чтобы его работник был жив-здоров и мог обеспечивать его благополучие. Чем мерилось богатство рабовладельческого общества? Количеством рабов, о чем мерилось богатство феодального общества? Количеством крепостных. Если у вас много крепостных, вы уважаемый человек. Если у вас мало крепостных, у вас мало крепостных, ну, мы вам с вами и здороваться не будем. Поэтому такое явление было, как мертвые души, что даже старались приписать себе тех крепостных, которых и не было, чтобы, так сказать, представить себя достаточно достойным человеком, в феодальном обществе. И вот этот феодальный класс, когда он был прогрессивным, создавал многие прекрасные творения. Вот, например, если вы возьмете наш Финский залив, то он в целях сохранения обороны города от внешнего врага защищен целой цепью инженерных сооружений. Вот, начиная от Горской и через Кронштадт и до Ломоносова была протянута цепь насыпных островов. И вот эти насыпные острова, они были устроены так, что по отношению к внешнему врагу они представляли собой некую неприступную величину, где был волнолом, где стояли орудия, а с противоположной стороны, со стороны города, там была лагуна, куда могли заходить корабли, там было тихо, можно было там и ночевать, и можно было там заниматься чем-то другим. И между этими островами, они назывались форты, между фортами, между ними проходили подводные стены. Ну, вот я в свое время ловил рыбу там между первым и вторым фортом. Вот, мы ездили, 4 километра надо было вплыть до первого форта от Горской. И там, там, где мы ловили окуней, вот там такие подводные стены, рижи. Глубина там 10 метров, это мы точно знаем, поскольку у нас леска была, и мы имели грузило, мы знаем, 10 метров. 8 метров была высота этих стен, и есть высота этих стен. Из таких вот валунов сделаны. Ширина, ну, здесь вот примерно где-то метра 3, наверху. А дальше вглубь они расширяются. И это перегородило полностью Пинский залив, оставив только необходимые каналы для движения судов. Ну, поскольку этого не было тайной, а работа была проведена гигантская, и, видимо, это зимой поделалась работа для того, чтобы потом это все нагрузить, а потом под тяжестью этого камня весной они сюда приземлились. Работа проведена гигантская. Никто больше никогда с петровских времен не пытался взять наш город со стороны моря. Никогда. И не пытались. И поэтому, значит, наши корабли в Великую Отечественную войну сняли свои орудия, поставили эти орудия, чтобы они, как дальнобойные орудия, использовались наряду с не корабельной артиллерией, а вот защита с моря была обеспечена. Ну, это, так сказать, военно-техническая часть. А если вы возьмете сам город, Санкт-Петербург, когда он построен? В феодальное время. Вот все самое красивое, что есть у нас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, построено в феодальное время. Тогда, когда феодалы были прогрессивным классом. Причем феодалы руководствовались не тем, как больше получить денег, а они получали реальные продукты от своих крестьян. Государство тоже получало в качестве налога те или иные продукты или деньги в результате, полученные в результате продажи этих продуктов, пеньки, допустим, льна и так далее. И затем строились такие сооружения, которые удовлетворяли потребности феодалов. Но если они удовлетворяли потребности феодалов, то феодалы старались сделать не потоньше стены и не послабее перегородки, а посильнее и получше. И поскольку вкусы у них были изысканы, они строили очень красивые здания и сооружения. Вот Зимний дворец, вот Смольный собор, вот Исаакиевский собор, вот Казанский собор. Все это произведение искусства, и у нас столько дворцов в Санкт-Петербурге и Ленинграде, что вряд ли какой-нибудь город может в мире спорить на равных с Санкт-Петербургом и Ленинградом. Так что товарищи, которые президенты Соединенных Штатов Америки, когда приезжают в Ленинград, и когда их Владимир Владимирович возят там на катерах, они после этого вспоминают, что хорошее Ранчево у Владимира Владимировича здесь, в Санкт-Петербург. Константиновский дворец, который стоял в руинах, он вот был восстановлен, как известно, и сейчас он дворец Конгрессов, тоже это памятник того же самого времени. Это все памятники того времени, когда у власти в России стоял феодальный класс. Феодалы были служилыми людьми, они даже от царей требовали, чтобы они были приписаны какому-то полку, служили. Вот всех тех, кто были на государственной службе, от них требовалось, чтобы они были обучены, чтобы они были подкованы и в спортивном отношении, чтобы они были действующим классом. И в это время мы наблюдали достаточно быстрое развитие России как государства. Но это время было недолгим, и мы знаем, что тот же класс феодалов, который был прогрессивным, постепенно превратился в класс паразитический, который тормозил развитие капитализма в России. Когда это произошло? Это произошло в XIX веке. И пока обсуждали между собой представители разных, так сказать, политических партий, разных кругов, а что у нас за строй, какой будет путь у России, пойдет ли Россия западным путем, путем капитализма, или пойдет своим самобытным путем, особым путем. Особенно народники по этому поводу выступали с идеей о том, что у нас особый путь, мы не пойдем по линии капитализма. Тем самым, как бы выделяя Россию из круга всех других государств и намечая ей особый путь, ну, как выяснилось, что товарное хозяйство, когда оно развивается, оно неминуемо ведет к превращению всего хозяйства в хозяйство капиталистическое. Почему? Ну, потому что товар, как показал Маркс в капитале, и как здесь на самом деле развивается, в деньги, то есть товар особого рода, товар эквивалент, а деньги развиваются в капитал. Капитал означает, что вот эти самые деньги, вброшенные в производство, потрачены на создание или приобретение средств производства и оплату труда работников, то есть на приобретение рабочей силы. Затем в процессе производства эта рабочая сила создает товар в большей стоимости, чем вошло в процесс производства. Исследовать на это прибавочная стоимость. Часть необходимых продуктов переходит при этом работнику, а вот этот прибавочный продукт и прибавочная стоимость составляют вот то превращение, которое получают капиталисты. И капитал поэтому представляет как самовозрастающая стоимость. Не как самоубывающая, судя по тому, как у нас сейчас дела идут в России, можно подумать, что капитализм – это самоубывающая стоимость. То есть люди в период 90-х годов награбили, как-то там вырвали какие-то куски общенародного достояния криминальным путем, и не случайно это косинным путем официально признается, как это признается, что пять лет назад отсчитываем амнистию капиталом. Но капиталы разве могут быть преступниками? Не могут быть. Значит, кто преступники? Капиталисты. Ну вот, пять лет после этого периода мы уже разбираемся, какие нарушения делают. А там даже и не разбираемся. Нынешнее государство как бы выдало индульгенцию всем нынешним капиталистам, независимо от того, как они стали капиталистами, путем ограбления, убийства или путем мошенничества. И этот вопрос не рассматривается. Вот сейчас речь идет о том, что они капиталисты. Ну и как у нас с капитализмом дела обстоят? Капитализм – это самовозрастающая стоимость. Где самовозрастание? У нас увеличивается объем производства? Нет. Вот по итогам прошлого года минус 0,2%. Поэтому мы когда говорим о классах и о том, какие они прогрессивные или реакционные, да, было время. Буржуазный класс был прогрессивным. Ну когда? В XIX веке. Еще в начале, но уже в начале, можно сказать, XX века, уже когда появился рабочий класс, появился класс, который был заинтересован в том, чтобы покончить с наследием феодализма. А посмотрите, что происходило в России. Если во Франции, в Великую Французскую буржуазную революцию, с наследием феодализма беспощадно расстался буржуазный класс во главе, так сказать, трудящихся, которые пошли на революцию, то буржуазия в России вовсе не выполнила свою задачу, как буржуазия. Провела февральскую буржуазную революцию. Жертвы, как водится по ней, поднес рабочий класс, который выступал за свободу. А буржуазия такую задачу, как ликвидация частной собственности земли владельцев на землю, не решила. И что получилось? Получилось, что одна из главных задач буржуазной революции, а именно отнятие землевладельцев, феодалов в землю и разделить ее между крестьянами, эта задача была не решена. А наличие частной собственности на землю, как показал еще Маркс, задерживает развитие капитализма. Почему? Потому что капиталист, для того, чтобы ввести хозяйство на частной земле, должен платить аренду. Кому? Землевладельцу. А что делает землевладельец? Ничего. Он чистый паразит. Он реализует свою собственность на землю, и абсолютная рента, и есть не что иное, как экономическая форма реализации собственности на землю. А если земля национализируется, то тем самым не надо платить аренду, не надо крестьянину спрашивать и тоже платить землевладельцу за пользование землей, земля переходит, безвозмездное пользование, пользование крестьян. И вот это все было написано в крестьянских наказах, которые тщательно собирала эсеровская партия. И вот она собрала эти наказы, и эти наказы реализовали большевики, как известно. И тем самым привлежили на свою сторону громадное большинство трудящихся России. Поскольку вот в этот период уже рабочий класс был передовым, а буржуазия стала реакционной. Ну и доколе рабочий класс будет передовым? Вот рабочий класс будет передовой до самого полного уничтожения класса. Правильно? Причем этот процесс уничтожения класса проходит целый ряд этапов. Первый этап после социалистической революции состоит в том, чтобы ликвидировать эксплуататорские классы. Чтобы ликвидировать эксплуататорские классы, надо не людей ликвидировать, а надо ликвидировать саму эксплуатацию как способ производства. А это не делается каким-то таким политическим путем. Это делается следующим образом. Рабочий класс национализирует решающие средства производства. И национализировав решающие средства производства, он тоже задачи не решает этой задачи ликвидации частной собственности. Что получается или что получилось после национализации? У нас получилось после национализации и начала социалистического строительства пять укладов в России. А именно, это первый, это патриархальный уклад. Вот если вы патриархальное хозяйство ведете, картошку сажаете, картошку убираете, подсолнух вы сажаете, у вас есть подсолнечное масло, вы то, что нужно будет, придете, то, что нужно будет, вы себе изготовите. Есть у вас куры, есть у вас утки, есть у вас гуси. Короче говоря, есть все для жизни, а один раз вы пойдете и купите соли и спичек. И, собственно, этим, так сказать, участие в товарном хозяйстве ограничивается, патриархального хозяйства. Это, так сказать, уклад патриархальный. Он не связан с рынком, по существу, или совсем слабо связан с рынком. Во всяком случае, работники работают для личного потребления, а не для того, чтобы вынести товары на рынок. Второй уклад, который был в России, образовался, и который просто никуда не мог деться от того, что появилась другая власть, это мелкотоварный или мелкобуржуазный уклад. Мелкобуржуазия в деревне – это кто такие? Это крестьяне, середники. Крестьяне, середники. Они работают сами, не эксплуатируют чужого труда, или если они эксплуатируют, то это для них дополнительный источник дохода, а не основной. Основной источник дохода – свой собственный труд. Ну а цель их производства – производство стоимости. Они выносят товары на рынок и обменивают на другие товары или получают деньги. Третий уклад – частнохозяйственный. Как известно, национализация вовсе не затрагивает все капиталистические хозяйства, а затрагивает прежде всего крупные капиталистические хозяйства. И национализировать мелкие капиталистические хозяйства нежелательно. Почему нежелательно для того же рабочего класса? Потому что известный период, ну какой-то уклад должен поддерживать хозяйственную жизнь. Потому что если экономическая жизнь не поддерживается, то народ вымрет. И будет голод. Пока вы там налаживаете социалистическое хозяйство, которое будет очень хорошим и много будет чего-то давать. А пока чем будут люди жить, что будут есть, чем питаться. Вот поэтому в период так называемого НЭПа было допущено не только свободное развитие товарного хозяйства мелких производителей, но и разрешалось иметь до трех наемных работников. То есть разрешалось капиталистическое производство. До трех наемных работников можно было иметь. И тем самым вопрос перешел в другую плоскость. Есть разные уклады, и вот теперь пускай эти разные уклады и соревнуются. Следующий уклад был госкапитализм. Многие не знают, что такое госкапитализм, потому что государство вроде бы как уже социалистическое, государство рабочего класса. А почему это госкапитализм тогда? Да потому что все хозяйство ведется по-прежнему так, как оно и шло. Вот в этом, в рамках этого уклада. Это национализированные предприятия, которые не подчинены единому плану, не направляются их деятельности в общественных интересах, а они как хозяйствовали раньше, так и продолжают сами решать, что производить, где добывать сырье, как оплачивать работу рабочих и так далее. И получается, что по форме они вроде как социалистические, а по содержанию ничего там особенно социалистического нет, кроме одного. Прибыль идет государству, социалистическому. Ну вот как с этой прибылью поступать, это нам демонстрируют нынешние капиталистические предприятия в нашем госкапиталистическом секторе. Значит, у нас государственные предприятия вырабатывают сейчас в России примерно более чем 70% валового внутреннего продукта. Никаким планом они не соединены, никаких заданий не получают. Они действуют в лучшем случае на заказ и руководствуют со своими там целями и интересами, поэтому но прибыль они должны отдать государству. Но те, кто хозяйствует капиталистически, они понимают, что вот, например, заработная плата это элемент издержек, это не прибыль. Правильно? Поэтому если накачаешь себе большую зарплату, то прибыль, которую надо отдавать государству, будет маленькая. А если будет у вас маленькая зарплата, то прибыль будет, которую надо отдавать, большая. Поэтому, если вы посмотрите наши госкомпании, вы увидите, что они, особенно для членов правления, накачивают свою зарплату очень сильно. Например, Роснефть, одно наиболее богатое у нас предприятие, капиталистическое, государственное, установило своим членам правления зарплату на уровне где-то так 24 миллиона в месяц. Не хотите поработать членом правления в Роснефть, да, вот там есть как раз только для вас вот именно одно местечко. А у вас нету. Вы идите в Газпром, там по 15 миллионов платят членам правления. Ну, кто не попал, вам остается еще ОРЖД. Там бедняки, там только по 5 миллионов. Ну, а вот совсем уже нищие, ну, идите в правление Сбербанка. У меня свежих данных нет, но данные за 7-8 год такие. В 7-м году члены правления Сбербанка получали 3 миллиона 700 тысяч, а потом наступил кризис в 8-й год. Ну, и тогда, тогда, во-первых, на всех предприятиях обычно начинают увольнять работников, а членов правления увеличили. Ну, если мы с вами, так сказать, в контакте, надо ждать подкормиться людям, правда, своим. Вот вы там далеко от меня сидите, а это вот ближние. Ну, ближние. И здесь в правление трех человек добавили в правление Сбербанка. В итоге меньше стали получать члены правления. Не 3 миллиона 700, а 3 миллиона 400 тысяч всего. Вот представляете, у вас на 300 тысяч стало меньше зарплаты. Какое горе, а? Приходите вы домой, все вот просто в слезах, в слезах все у вас просто течет, все мокрое. На 300 тысяч. Вы даже что смеетесь, у вас бы на 300 тысяч рублей пенсию или стипендию сократили, вы бы уже не смеялись. Но для этого нам его установить где-нибудь, чтобы было больше, чем 300 тысяч, никто вам не устанавливает такое. В общем, вам не понять глубиной этого горя, которое случилось. Ну и так далее. То есть расчет совершенно правильный. Устанавливаешь, раз вы превратили нас как бы в частные предприятия, не государственные, хотя это государственные, значит, они действуют, соответственно. Например, есть у нас Почта России, она тоже учреждена и оформлена как государственное предприятие, действующее на манер самостоятельных частных предприятий. Тогда ее руководитель себе раз 60 миллионов премию заплатил за хорошую работу. Имеет право. Но если тогда, так сказать, вот предприятие самостоятельное, само все решает, и начали на него наезжать и в суд подавать, а он говорит, так это кто сделал? Это не я сделал. У нас все эти предприятия наши, вот у нас мы хорошо работаем, я хорошо все организовал. А раз я хорошо организовал, я с одной стороны генеральный директор, а с другой стороны я работник. У меня есть договор. Я раз этому работнику заплатил 60 миллионов. Какие претензии? Нет никаких претензий? И немножко пошумели, и отстали. И все говорят, где деньги взять? Где деньги взять? А деньги все, так сказать, взяты уже. Чего брать? Вот так же было и в тот период, когда было пролетарское государство, ну от того, что называется оно социалистическое, еще от этого названия. Ну может быть свет какой исходит, я не знаю, а собственно ничего и не происходит. Вот, есть предприятия, они как всегда хозяйствуют, наверное, так же делают, как Роснефть, и Газпром, и ОРЖД. Но, но был же план постепенного развития, планирования, и в эту систему планирования включалось все больше и больше предприятий. Был разработан план ГЛРО, в 20-м году состоялся съезд президиумов госпланов, вот, постановили, что должно быть планирование годовое, среднесрочное, долгосрочное, долгосрочное, так никто и не дождался за все годы жизни Советского Союза. Вот то, что было при Сталине, сделано годовое и пятилетнее, это было. А так вот дальше и не продвинулось ни на сколько. Так и осталось. А это маловато, пять лет, потому что, скажем, ну, пять лет это только вот обучение одного поколения в ВУЗе. А если вы хотите цикл, так сказать, развития посмотреть в обществе и спланировать, так надо учитывать, что вот вы, скажем, работать будете 20 лет. Правильно? Значит, ну, надо не меньше, чем 20 лет взять горизонт, планировать. Ну, а 10 лет, это он даже не покрывает, так сказать, вот этих процессов, вы не отрегулируете как следует. А планирование было только пятилетним. А сейчас то, что мы наблюдаем, прогнозирование, это как погода, знаете, думали, что будет тепло, вот снег выпал. Потом мы думали, что будет снег сегодня, а сегодня солнышко вышло и растопило все. Поэтому, вот скажем, Министерство экономического развития у нас занимается только прогнозами и выдает это за планирование. Вот совокупность этих всяких прогнозов. А план, это система заданий, директивных, обязательных к исполнению, участникам производства. И план, это закон. Он не случайно принимался Верховным Советом и после этого он принимал силу закона, его надо было выполнять, а не обходить. Следовательно, еще один уклад существовал, кроме вот тех перечисленных, значит, патриархальный, мелкобуржуазный, частнохозяйственный, госкапиталистический, коммунистический уклад. Коммунистический уклад состоял из тех предприятий, которые не просто национализированы, а они уже по единому плану направляются и действуют в общественных интересах. А общественная собственность состоит не в том, что написано, что этот предприятие находится в общественной собственности, а состоит в том, что оно на самом деле действует в интересах общества. А раз оно действует в интересах общества, это общественная собственность. И постепенно вот этот сектор или уклад госкапитализма сокращался, а уклад коммунистический расширялся, пока он не захватил всю промышленность. Причем на какой основе? Ну, ясное дело, что по плану и крупное производство, конечно, более прогрессивно, и поэтому оно вырабатывает продукции лучше и дешевле. А те, кто вырабатывает продукцию лучше и дешевле, по законам конкуренции выигрывают. Поэтому никто в период НЭПа не закрывал никакие частные предприятия, не разгонял никакие ларьки, не изымал ничего у этих самых мелких бурва. Ну, просто если вы покупатели, вы пойдете покупать лучше и дешевле, а не будете покупать хуже и дороже. Поэтому если что-то было лучше и дешевле, или хотя бы дороже, но лучше, например, на колхозном рынке продукты были лучше, чем в магазине государственном. Почему? Потому что и там, и там в сельском хозяйстве от овощей, мяса вручную производилось. Ничего какого прогресса не было еще такого машинного. Поэтому ясное дело, что в индивидуальном хозяйстве, если это не машинный труд, более качественно вырабатывается продукция. И там цена была в среднем в два с половиной раза выше, у государственных предприятий. А если взять вот годы военного коммунизма в самом начале, на вольном рынке продавали половину получал горожанин с вольного рынка, так, свободного, а половина от комиссариата продовольствия. Вот за эту первую половину от комиссариата продовольствия он платил в десять раз меньше, чем за вторую половину. Ну и как только этого достаточно было ему, когда производство увеличилось продовольствие в государственных хозяйствах, он поэтому в этой смысле потребление сокращалось продукции частного хозяйства. А после коллективизации сельского хозяйства, то есть после совершения революции в деревне социалистической, когда там образовались колхозы и встроены были в систему планомерного развития производства в общественных интересах, установилась общественная собственность на средства производства. И вот в ходе такого экономического уже соревнования все остальные уклады сошли на нет. Нет патриархального, не значит, что не было отдельных патриархальных каких-то единиц. Они были, и они не запрещались, в том числе и Конституции 1936 года. Пожалуйста, допускается, написано было в Конституции, частный труп. Допускается. Вы там сидите на улице и ботинки кому-то чистите. Ну и чистите, пожалуйста, ваше здоровье. Вам может нравится, чистите и работайте. Не хотите пойти на завод? Ну и не идите. Там кто-то работает на своей земле, и земля передана в пользование. И это устраивает? Ну и хорошо. То есть нет такое. Нет же ведь обязательного участия в колхозе, нет обязательного участия в деятельности там совхоза и так далее. То есть таким образом вот произошел известный период, то есть с 18-го года по 28-й, 30-й, по середине 30-х годов, и к середине 30-х годов НЭП себя исчерпал. Почему? Ну потому что вместо этих пяти укладов остался один коммунистический уклад. А все остальное это было уже элементой. Ничтожно мало. И вот именно поэтому раз остался один коммунистический уклад, то это уже не уклад. А что это? Ну это уже называется экономика, основанная на общественной собственности, на средства производства. Причем по-разному направлялось производство, разными рычагами. В городе был просто план и все. А в деревне были совхозы, которые тоже по плану производили то, что нужно государству, это государственные предприятия. И в деревне были машинно-тракторные станции. А машинно-тракторные станции это какие учреждения? Это учреждения государственные тоже. То есть все решающие средства производства были в руках государства. И государство дальше уже поступало очень просто. Оно не заставляло колхозников, которые самостоятельно вели хозяйство, что-то производить, то, что наметило государство. Оно просто предлагало. Вот мы вам предлагаем посеять гречу. Потому что гречу, если вы посеете, это такая сложная культура, она без запыления пчелами не будет произрастать. И поэтому вы посеете, а вы в совхозе выставите улья, и в итоге у вас будет гречиха. Ну, вы, говорите, я не буду сядь. Ну, не будете, не будете. Технику мы, извините, дадим тем, кто будет сеять гречих. Техника чья? Наша. Государственная. А технику кому даст, машино-тракторное станцию, тому и даст. А вы будете сесть? Да, ну вот мы вам дадим. А вам не дадим. Вы же не хотите? Мы не хотим. Мы свободны. Вы свободны, мы свободны. Никто никого не доставляет. Сядьте, что хотите. Лен, канапель. Пожалуйста. При Хрущеве немедленно было ликвидировано, немедленно были ликвидированы машино-тракторные станции. Это вот главное орудие направления сельско-яственного производства в интересах общества. Рабочий класс убран, можно сказать, из села. Вот тот рабочий класс, который был при машинах и который был занят в машино-тракторных станциях. Остался рабочий класс только в совхозах. Это два. Третье. Колхозы заставили купить эту технику. Не просто вот вам, вот вам машины. Нам не нужен больше трактор, вот вам. Нет. Вот вам трактор, который вам не нужен, а вы за трактором не заплатите. А если не заплатите, будете в неоплатном долгу. И вдруг колхозы превратились из богатых сразу в бедных. Потому что раз, и мы, все это государственные средства производства, навязали и обязали их приобрести. Поэтому первое, что сделал Хрущев по отношению к сельскому хозяйству, это он разорил, так сказать, колхозы, разорил наше сельское хозяйство. А второе, что он сделал, он уничтожил промышленное министерство. Дескать, вот при Ленине ты были же в наркозе, советы народных хозяйств. Давайте сделаем как при Ленине. А что при Ленине было? При Ленине не было социализма, при Ленине не было планомерного развития хозяйства. Ну, кто-то как-то управлял через эти советы на местах. А централизованное управление, которым связан научно-технический прогресс и рост производительности труда, было ликвидировано при Хрущеве. И получилось, что подорвана вся система плановерного ведения хозяйства, и все было подготовлено еще при Хрущеве к тому, чтобы вообще изменить направление всей экономической политики, все, так сказать, содержание экономической политики. Если до этого главным показателем до 1965 года, до 1965 года был показатель снижения себестоимости для всех предприятий, как и вот, то с 1965 года, после Октябрьского пледа 1965 года, таким показателем стали прибыль, рентабельность, объем реализации. То есть не что вы делаете, а сколько вы за это получите. А следовательно, если чем вы больше установите цену, то больше и получите. Ну, вроде как, цену нельзя прямо повышать. Поэтому я вам докладываю, что никогда цену на водку у нас никто не повышал. И сейчас не повышает. Просто появляется другая водка, которая менее ценная, меньше в ней, так сказать, до нее идет затрат, а цена больше. Но водка другая. Допустим, была особая московская, выкидывает оттуда соду и сахар, и становится пшеничная. Это я знаю. Я лекцию читал у нас на ликероводочном заводе по теме партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. И мне две бутылки водки дали. Я, как не пьющие, отнес в деканат экономического факультета и сдал, чтобы споить иностранцев, которые к нам приезжали. Но эта экономическая реформа была при Хрущеве подготовлена, так сказать, прикормленными уже еще Хрущевым экономистами придворными. Такой был Либерман из Харькова, которому в 65-м году дали летом написать статью в правде о том, что надо все ориентировать на прибыль. Попросили директора нашего завода Свердлова, который был на набережной Свердлова, который благополучно заводу уничтожили уже при переходе к капитализму в нашей стране в 90-е годы. Вот его попросили написать статью о том, что надо ориентироваться на прибыль. И еще один член-корреспондент тоже написал такую статью в Академии наук, что давайте, дескать, будем ориентироваться на прибыль. Это как бы было выдано за дискуссию в экономической науке. И ориентация всей экономики изменилась на противоположную. Не снижение цен и не экономия, а повышение прибыли. Прежде всего, за счет чего? Ну, буквально еще нельзя было повышать цену. Можно структуру изменить производство. Убрать дешевое, оставить дорогое. Ничего, повышать это нельзя, цену на это дешевое. Просто выкиньте его. И поскольку номенклатуру изъяли как показатель обязательный, то что вы будете производить, неважно. Важно, чтобы деньги были у вас. И началось. Значит, еще районные комитеты партии пытались как-то нужное население обеспечить, и поэтому они стали врагом хозяйственников. А хозяйственники убирали все, что является менее прибыльным, более дешевым. И все дешевые продукты просто стали исчезать. И наоборот, скажем, вот лампы. Появились такие изобретатели, которые изобретали. Как ухудшить эти лампы, чтобы было больше прибыли? Вот, скажем, взять, сократить вольфрамовую нить, размер ее, величину. Они будут раньше перегорать. Если лампы будут чаще перегорать, что будет? Чаще покупать? А если будете чаще покупать, будет больше прибыль. Правильно? Вот она, идея эта. Вот она и пришла. И пошло. Вот таким образом. Таким образом ухудшалась продукция, и линия на понижение цен, которая была естественной линией, сменилась устойчивой тенденцией реакционной к повышению цен. А как вот получалась линия на понижение цен? Ну вот я уже говорил, показатель снижения себестоимости существовал при Сталине. Это что значит? Значит, вы повышаете производительность труда, дисциплина, умелость работников, обучаете их. В итоге у вас затраты сокращаются. Сокращенно есть норматив прибыли. Там, скажем, в войну норматив прибыли 3% от себестоимости. Вот если вы, вот скажите, пушки, танки, самолеты. Вот себестоимость плюс 3% – это прибыль ваша. Но поскольку себестоимость-то сокращается, то вместе с этими 3% цена оптовая тоже понижается. Без всяких, так сказать, каких-то указаний сверху, а просто в силу такой организации хозяйства. Все цены оптовые понижаются. И с 1942 по 1944 год оптовые цены в производстве военной продукции сократились в двое. Ну и, соответственно, производительность труда выросла в двое, и цены сократились. И доля военных расходов в государственном бюджете с 1942 по 1944 год сократилась. Это сейчас выглядит как сказка. Сократилась доля в войну. Никаких других источников экстенсивных ведь не было уже. Люди в 1942 году уже работали одни на фронте, другие в тылу по 12 часов. Поэтому вот это была линия прогресса. И мы обогнали по производству военной техники не только гитлеровскую Германию, а все страны Европы, которые работали на гитлеровскую Германию. А все и работали. Италия работала, Франция работала, и Чехословакия, и Польша, и Бельгия, и Голландия, и Румыния, и Болгария. Все европейские страны. То есть надо было решить проблему, как произвести больше военной продукции, чем вот все эти страны, чем вся объединенная Гитлером Европа под началом гитлеровских войск. И эту задачу во время войны смогли решить. За счет чего? За счет вот такой системы хозяйствования, от которой отказались в 1965 году. Повесили сверху вот эти показатели, которые можно увеличить просто за счет изменения структуры производства. Более дешевые выкинуть, а более дорогие оставить. А то снижение цен, про которое вы слышали, вот в апреле играет Гимн Советского Союза и сообщает, что цены снижены на розничную продукцию. Я вот один раз это слышал, помню, я в то время, один раз всего, я потому что был тогда еще, то ли был школьником, то ли еще не был. Ну, помню, как вот сообщали, что вот теперь спички не две копейки, а одна копейка будет стоить. Батон, который был 15 копеек, будет 13 копеек, который 17 будет, 15 копеек и так далее. А в чем тут фокус? Да фокус в том, что, представляете себе, вот оптовая цена, она снижается в силу организации производства. Издержки производства плюс средняя прибыль. А розничная цена централизованно устанавливается, она стоит. И вот эта разница между розничной ценой и оптовой начинает разрастаться. И эта вот разница между розничной и оптовой ценой называется налог с оборота. Такое название экономическое. И этот налог с оборота уже искажает полную картину. Значит, на те продукты, где производство которых производительность сильно выросла, вот такой становится. А в других местах он маленький. Значит, цены нельзя же на все повышать. Надо что делать? Разрыв между оптовой и розничной ценой надо сокращать. Иначе она искажает всю структуру производства. То есть это не желание там товарища Сталина. И не то, что он... А не просто любовь к народу. А это требование экономического хозяйства, хозяйственника. Значит, надо сократить этот разрыв между розничной и оптовой ценой. Но вы же не на то, где нет вот такого налога с оборота. Вы сократите только там, что вы будете повышать цены на мясо и там ручной труд. Вы же не будете на картошку цены понижать, там тоже ручной труд. Значит, надо цены понижать на то, чего стало больше. И стало больше не из-за того, что мы еще добавили куда-то работников, а просто из-за того, что выросла производительность труда. И вот такого рода практика, она была естественной и нормальной. Она и войну была такая практика. И другое дело, что розничные цены сами не двигаются, а их нужно было регулярно приводить в порядок. Что значит приводить в порядок? Понижать. Но это нормально с ростом производительности труда. Все товары, все продукты содержат в себе уже меньше труда, заключают. Но надо, соответственно, в соответствии с общественными необходимыми затратами труда уменьшать и цену. И нормальной тенденцией, социалистической является тенденцией к снижению цен. Кстати, нормальной тенденцией в эпоху раннего капитализма, когда еще конкуренция идет, если я хочу у вас выиграть, вы продаете пирожки, и я продаю пирожки. Как мне у вас выиграть? Вот вы меня моложе и красивее, а я буду продавать на 20 копеек ниже, и будут, пойдут не к вам, пойдут ко мне. А вы тогда раз, и еще ниже. Но ведь что вам позволяет делать ниже? Если вы там что-то придумываете для производства пирожков, что вы можете снизить, я разорюсь. Потому что я уже не могу снизить, потому что я иначе лопну. Поэтому вот в начальном этапе развития капитализма, свободной конкуренции, тенденция к снижению цен была общей. А потом, а зачем? Если я у вас выиграл, мне теперь все на все наплевать. Я установил вот такую цену. И вы не хотите покупать? Походите, походите. А другого нету. У нее уже не купишь. Все, все у меня. Все. Приходите, покупайте, налетайте. Туда пойдете, сюда пойдете. Больше некуда ходить. Все у меня. Дескать, когда вам понизят тарифы на услуги ЖКХ? А зачем это я вам буду понижать тарифы на услуги ЖКХ? Зачем? У нас цель какая? Обогатиться. Так я должен обогатиться. Или я вам должен вас обогачать? Это вам не социализм. Вы обойдетесь. И вы обойдетесь. А я буду разбухать. Это естественно. Скажут, почему это цены растут? Цены не растут. Или растут? Цены растут или не растут? Левита. На нашу экономику. Вы твердо решили, что цены растут? Вы видели, чтобы вот так вот смотрите на цену? Видели такое? Я ни разу не видел. И что, вот я стою, вот этот раз поймать. Друг смотришь, было 4-5, потом 7-8. И такое вы видели? Нет, цены никогда не растут. Цены повышаются. Неправильно излагаете. Цены сами не растут. Приходят, те убирают, а эти ставят. Повышают. Их повышают. А вы скрываете вот этих людей. Вы их делаете, так сказать, как бы невиновниками этого зла. А вроде как цены виноваты. А если цены растут? Что вы воюете с ценами? Ну как можно с ценами воевать? Ну подумайте сами. Если цены растут. И я буду против этого выступать. Ну как я дурачок же тогда получается. Но если цены повышают, то извините меня. Вот есть конкретные люди, которые их повышают. Монополисты причем. Это монопольное повышение цен. Что тут непонятного? Каков механизм этого дела? Вот, так сказать, реакционный. Какой? Который замедляет всю нашу экономику. Вместо того, чтобы делать технические усовершенствования, внедрять научно-технические достижения, приходят граждане в Думу и говорят, надо вот цены, ну кто? У нас есть такие естественные монополии. То есть, которые захватили, которые отвечают там за нефть, за газ, за электричество. И говорим, ой, затраты у нас все выросли. Затраты как? Производительность труда растет везде. На самом деле. Раз производительность труда растет, что киловатт-час делается все дешевле. Нефть, тонна ее или литр, или баррель, становится дешевле. Соответственно, газ тоже становится дешевле. И вот я прихожу в Думу, а тут сидят думцы, говорят, слушайте, нам надо... Это когда я прихожу? В январе. Или в декабре. И говорю, надо повысить цены, мы иначе вот умрем. А это естественная монополия. Без нефти лопнет наша компания нефтяная, Роснефть. Если вы не повысите цену, и Газпром лопнет, все лопнет, если вы не повысите цену. Давайте на 30%. Вы посмотрели, посмотрели, что-то много 30%. Тогда мы пошли жаловаться. Куда? Дмитрий Анатольевич у правительства. Дмитрий Анатольевич. Вот мы хотим на 30% повысить, а эти трогладиты, они вообще допустят того, что лопнет вообще у нас вся наша база, вся наша экономика. Дмитрий Анатольевич говорит, нет, мы этого не допустим. Но, конечно, 30% вы это здорово заломили. 20%. Ну, хорошо. 20% это 20%. 20% же мало. Идем дальше. Ну, 20% разговоров, а нам надо на самом деле повышать. Идем дальше. Вот там Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вот эти вот не понимают нужды нашей экономики. Мы просим 20%. Вот Дмитрий Анатольевич, а он больше, он много. Ну, 15%. 15%. 15%. 15%. А дальше цены на нефть, газ, электричество, они входят как составные элементы в расчет всех остальных цен. Правильно? На все остальные товары. И пошло. Девушка говорит, вы приходите в булочную, а там говорят, а вот цены на хлеб выросли. А что это они вдруг выросли? Что у нас, тракторов не стало. Теперь не комбайнами, а врученую, что ли. И сеют вот так, да? В чем дело-то? Да нет, говорит, бензин подорожал. Что-то непонятно. Как вот бензин у нас сам... Судан такая нефтедобывающая страна. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Как такое может быть? Вот объясните мне, можно это человеку объяснить? Грамотному. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Потому что если я был бы бензиновый монополист, я бы вам бензин продавал и больше неокого купить, ну тогда я бы вот не говорил, что они растут цены на бензин, а я бы взял и повысил. Потому и дорожает. Короче говоря, и пошло по всей экономике. И вот потом вам объясняют, вот инфляция. А что такое инфляция? Что скажет? Это вам надо реабилитироваться. Инфляция что такое? Ну это... Понижение количества товаров, которые можно купить за определенную сумму денег. За определенную, сюда можно купить товары. За определенную. Ну за... Например, то, что... Можно инфляцию считать, что если все цены вырастут, это будет инфляция? На все. На все. Это как говорят, приходят люди к Брежневу. Говорят, Владимир Ильич, мы тут план верстаем, и у нас вот никак не получается. Надо на что-то повысить цены. Ну давайте, говорит, на букву Ф. Они пошли, и все товары, фасоль, фосфаты, что там еще на букву Ф, все посчитали. Приходит, говорит, Владимир Ильич, не получается все равно, никак не сбалансировать нам. При этом зарплату не выросла, а цена на эти товары повысилась, то это дается или нет? Да, почти так. И Брежнев говорит, я же сказал, на все. На все. Тогда, говорит, посчитали, все получилось. Так на все товары или не на все? На все. На все? Неправильно. А рабочая сила товар? Да. На ее тоже повысилась? Да нет, нет. Ну так а что же это? На все товары, например, работают. Вот. Вот видите? А это существенно. По крайней мере, для этого товара, для владельцев этого товара существенно. То есть, если бы просто цены повысились на все товары, это никакая не инфляция. Это что такое? Это просто, вам цены нужны для обмена, это пропорция, сохранилась бы. Хлеб к пиву, пиво к сахару, сахар к меду и так далее. Все пропорции сохранены, ничего бы не изменилось. Ну, пересчитайте. Ну, как, вот сейчас, если зачерпнуть, вместо тысячи рублей, засчитайте за одну копейку. Что будет? Ну, все, а вдруг там повешенных найдут этих. Поэтому боится государство, так сказать, хотя эти нули никому не нужны. Вы видели, десятикопеечные просто бросают, они никому не нужны. Ничего на них не купишь. Ну, а на рубль, что ли, вы купите? Ничего не купишь на рубль. Ну, хорошо, не хотите тысячи, ну, давайте десять рублей сделаем копейкой. Ну, на десять рублей что можно купить? На десять рублей что-то, коробок, спичек можно купить? О, копейка сделать, десять рублей. Тогда у вас больше стипендий будет. Сколько будет стипендий? А? Ну, сто сорок семь рублей. Ну, ничего, ну, не шибко, да? Сто сорок семь. А вот пенсионеры тоже загрустят. У них, значит, вместо шести тысяч будет шестьсот рублей. Скажут, как это так? Было шесть тысяч, а стало шестьсот рублей. И не объяснить им будет ведь. Что сделали? Итак, инфляция это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочей силы. А другими словами, понижение цены только на один товар, рабочая сила. Можно так считать? Эквалент. Правда? Вот в чем суть-то этого инфляции. И это предложил Джон Мейнард Кейнс. Книги «Общая теория занятыхсти процента и денег». Говорит, что вы, как дураки, деретесь со своими рабочими на предприятиях. Ну, да, там пусть будет спокойствие. Давайте государство будет регулировать экономику. И норму процента устанавливать. Так? Налоги и инфляцию. Инфляция это. Это вот то, о чем я с вами и говорил. Это повышение цен запланированной. Как мера государственного регулирования. В интересах кого? Ну, если я, например, представляю буржуазное государство. Так в чьих интересах я должен действовать? В чьих? Какое государство, так как я и должен действовать? Буржуазии, конечно, а как еще? А что вы думали? Вы делаете свое государство и действуете в своих интересах? Вы же не делаете? Ну, а я вот работаю в государстве буржуазном. Будем делать то, что нужно в буржуазии. Раз, и подняли. Что? На все цены подняли, кроме товара, рабочая сила. То есть опустили рабочих. И все время, то есть не только рабочих. Бывших трудящихся, будущих трудящихся. Вы же учащиеся, да будущие трудящиеся, да? Пенсионер, бывший трудящийся. Вы же уже все, не нужны в обществе. Чего на них тратить? Вот все время сейчас. Главное, как только начинают обсуждать, что делать в экономике. Думают, как у пенсионеров пенсию отнять? Это первое, что обсуждают. Самое главное. Причем такие люди, как вот Кудрин, который был министр финансов. Нет, чтобы там часть прибыли вложить в производство. Нет. Или заменить старые станки на новые. Нет. Это сразу дало бы темпы роста. Нет. Вот. Зато у нас долларовых миллионеров за прошлый год рост. Сколько процентов? На 10. 10. А миллиардеров 11. Вот. Нет такой экономики в мире больше, которая дает такой процент роста миллиардеров и миллионеров. Вы должны гордиться нашими российскими миллионерами и миллиардерами. Вы гордитесь, нет? Я чувствую, вот вы просто уже наполнились гордостью за нас. То есть, дескать, и дескать, все у вас плохо. Не все. И не у всех. И есть у нас люди, у которых хорошо. И этих людей все больше и больше. Ну, вам просто не повезло. Раз вам не повезло. Что надо? Какой вывод сделать? А? Неудачник выше вы. Неудачник. Что тут? Давайте уж прямо так и скажите. Ну. А если вам тоже не повезло? Лох. А есть удачливые люди? Им повезло. То есть, как бы вы стартанули, а они там быстрый такой старт. И раз, и захватили общественное богатство. А вы где-то думаете, брать, не брать, хватать, не хватать. И задержались. А теперь уже поздно. Все. Дело сделано. Ну, хорошая же система предложила. Фен Мейнер Кеннис, лорд. Ленин цитировал его еще. Он известный экономист английский. Мудро предложил. Ну, а так вот вам снизить цены, вы сразу, ооо, зарплату. Сказать, как это так нам снизить зарплату? Вот тут стихийное обедствие. Цены растут. Сами вы говорите, что цены растут. Чего тут зашли? Бамбук растет. Вы что, вы мучаться будете? Бамбук растет. Цены растут, бамбук растет. Цветочки растут. И вы против цветочков пойдете? Не пойдете. А на самом деле, вас просто опускают там этими цены, вашу зарплату опускают за донестипендии и пенсии. И все там пособия, там, женщины по случаю рождения ребенка. Да? За больных, за инвалидов. Все. Все это понижается путем соответствующего понижения. Реального содержания этих вот благ, этих вот ресурсов. Ну вот, значит, что мы с вами констатировали? Мы констатировали с вами, что есть положительные тенденции, есть отрицательные. Прогрессивный класс выступает за позитивные тенденции, прогрессивный, реакционный класс выступает за реакционные. Куржуазия в настоящее время во всем мире стала реакционной. Раз она стала реакционной, естественно, она вот поступает таким образом, что задерживает. Не то, что она совсем задерживает технический процесс. Вот как бы она не старалась повышать? Ну, если вы уж совсем опускаете этих рабочих, пенсионеров и студентов, ну, нужно же как-то продать эти смартфоны, которые стоят копейки, а продают их за очень дорого. Так их делают там в огромных количествах, выпускают, и все это стандартизировано. Но тогда начинают на это делать, тихонечко цены понижать. Скажем, возьмите вы в секторе вычислительной техники или, скажем, оргтехники. Ну, вот принтеры. Раньше принтер А4 стоял 25 тысяч рублей. Это немыслимо. Но сейчас вот некоторые товарищи, там разные цены есть, но за 2 тысячи можно купить принтер, который будет прекрасно печатать. Нормальный, недорогой, компактный. То есть там снижение цены есть, несмотря на общую генеральную инвестицию, потому что затоваривание происходит все равно. Очень много товаров. Потому что за столько опустили. Говорят, что-то у нас, говорит, что-то... В чем проблема нашей экономики? Говорят, спрос упал. Да не упал спрос. Но вы его снизили. Если вам доходы понижают регулярно, что будет за спросом? То есть у вас потребность осталась конфетку купить, а спроса нет на конфетку, потому что конфетка вам не по карману. Правильно? Поэтому это разные вещи. Спрос. А никто ее не спрашивает. Почему, говорит, вы не продаете? Спроса нет. А что спрашивать? Кто будет спрашивать? Старушки придут? Студенты придут спрашивать? Рабочие придут спрашивать, если что-то дорогое. А они не спрашивают. Что спрашивать? У них, наверное, денег нет. Но спросить можно. Вот пройдите по Невскому там, особенно вот по вот этой линии, по Невской линии гостиного двора. Я тут однажды вдруг познамерился, куплю я шорты себе. О! К лету. Прихожу, он говорит, шорты есть? Есть. Сколько? Десять тысяч. Не буду покупать шорты. А тут у меня куртка кожаная, за шесть тысяч мне ее подарили. К шестидесятилетию. Думаю, пора мне уже купить другую. Захожу в гостиный двор наверх. Куртка, ну, точно как у меня. Хорошая куртка. Говорит, сколько куртка стоит? Да это дешевая. Ну, сколько дешевая? Ну, шестьдесят пять тысяч. Ну, для вас мы скидку сделаем, будет шестьдесят. Я говорю, спасибо. Это же, Жень, спасибо. Все хорошо, за заботу. И на Невском вот есть такие магазины, они так и называются, бутики. Вы туда заходите, на вас кидаются. Что вам нужно? Чем помочь? Что объяснить? Как показать? Много сразу продавцов. Им делать нечем. Я целыми днями ничего не делаю. И тут вы зашли. И все на вас сразу. Надо оттуда прямо бежать, потому что там не знаешь, что с собой будет убегать. То есть самоудушение такое экономики происходит. Самоудушение. То есть, если можно развиваться, то есть получить больший доход не за счет производительности труда, не за счет улучшения работы, а за счет просто поднятия цены, вот скажем, в системе ЖКХ, можно что-то сделать у вас. Лучше сделать ванны, лучше, чтобы трубы там заменить, вам прийти. Нет. Зачем? Вам раз, и тариф пришли другой. И ЖКХ уже другой воловой продукт произвело. Правильно? Внутренний. Считается так, по деньгам, сколько денег я с вас стрял, стряс, больше стряс, больше ВВП. Меньше? Меньше ВВП. Давайте стрясем еще таким. А куда вы поденете, пойдете? Если ЖКХ негде, у деваться вам некуда. Это и есть единая монополия. Правильно? А кто такие эти управляющие компании? Ну, это просто жулики. Есть хоть одна управляющая компания, которая на самом деле какой-нибудь коллектив дома избрал? Вы себе представляете, чтобы большинство было жильцов дома на собрании? Бывает такое в жизни? Хоть раз, хоть в одной компании? Нет. А потом смотришь, они все время на веках. Они же устанавливают нормы, сейчас уже прорабатывать нельзя, взяли сразу квартплату, минуя эту же управляющую компанию, отправить куда? В ту организацию, которая крупнее, чем эти самые управляющие компании. Или вот вы видите, там вот все время вы заходите, в трамваи, автобус, все время бегают, это несчастные кондукторы и отмечают. Вот на самом деле это вот у вас есть карточка. А чего они так бегают, нервничают? Особенно отмечают, чем люди взрослее и пожалее, тем чаще их отмечают. Наверное, особо опасные люди, это особо опасные преступники, пенсионеры. А в чем дело? А их по 10 копеек добавляют за каждый такой щелк, за щелчок, который вы делали. Ну и зачем это все делается? А потом, как выяснилось, руководитель, зам руководителя нашего этого электротранса взяла и такую же сумму приписала просто туда. Эти денежки себе откачали. Было заведено уголовное дело. Это на нижнем уровне все считается. А там можно раз и сделать отвергление в сторону. Так. Ну вот это мы говорим, если речь идет о классе. Вот класс бывает прогрессивный, бывают реакционный. А люди? А люди? Вот человек есть кто? Если вы представите, вот сами папа у вас капиталист, имама капиталист. Что из этого сляли? Какая у вас позиция? Вероятнее всего, кто-то может быть, что она может не видеть по-разному. Да так-то оно так. А вот у Энгельса и папа капиталист, и мама капиталист, а он идеолог рабочего класса и вождь. Вот вероятнее всего. А кого вы лучше Энгельса найдете? Ну только если Маркса, так он буржуазный интеллигент. Что, он рабочий, что ли? То есть как-то это вот то, что применимо классам твердо, это поэтому хорошая категория такая, в отношении класса это верно, но в отношении отдельных людей это неверно. Человек, вот нельзя понимать так, что человек ест, такой он и есть. Нельзя. Вот Энгельс, скажем, откройте первый том собрания сочинений Маркса Энгельса, там есть книга Энгельса и весь первый том из нее состоит «Положение рабочего класса в Англии». Предисловие такое. Я забросил красное вино, салонные разговоры и поехал в самую прогрессивную страну современного мира, в Англию, и прожил там три года, чтобы описать жизнь рабочих. И вот это начало его, как вы сейчас бы сказали, кавьеры. Вот Энгельс, а он очень талантливый человек. И мало того, что он талантливый, он причем писал и за себя, и за Маркса очень много. Ну, чтобы помочь, я вот вам напишу статью и под вашей фамилией отдам. Вам заплатят гонорар. Вот так Энгельс сделал, и Марксу приходили гонорары, чтобы его поддержать. Энгельс таким образом от имени Маркса писал одно, второе, третье, четвертое в разных журналах мировых и так далее. Выгодить вероятнее всего. Ну, с одной стороны, вы правы, я должен с вами согласиться в этом вопросе. А с другой стороны, вы правильно сказали, что вероятность тут. Но никакой вот такой жесткости нет. Ну, вот декабристы, они, вероятнее всего, должны действовать были как феодалы. Они же феодалы, дворяне. Причем какие? Никакие там последние, да, и не мелкие, и не медные дворяне, а крупные такие, роды дворянские. А они выступили против класса феодалов за освобождение крестьян. Это факт истории. И никуда-то его отнимение. Не какие-то там темные, наоборот, светлые головы. То есть светлые головы из реакционного класса, они смотрят дальше этого самого класса. То есть почему? Потому что человек есть продукт, обстоятельств и воспитание. Ну, вот, скажем, тоже можно думать и сказать, а почему вот Ленин встал на позиции рабочего класса и последовательно их защищал? Ну, а вот какая была история? Помните? Брата. Брата убили. Какое у него должно быть к этому отношение к тем, кто убил его брата? А брат, чего его вдруг вот несталантливый и такой способный взял и стал готовить убийство царя. Да. А потому что царь уже тогда выступал как реакционная сила и как представитель реакционной силы. А в это время, а ведь когда Ленину было 16 лет, папаша его получил дворянство. И Ленин стал дворянином. Ну, и жил бы себе припеваючи до февральской революции. Еще и после февральской буржуазии ничего не отнимало. Никакие земельные угодья. У них там Кокушкино было. Между прочим, имение на свежем воздухе хорошо бы развивался. Писал бы книжки. Нет. Тем более, он юридический факультет закончил нашего университета. Он и тогда был престижный, и сейчас престижный. На экстерном. А человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Каждый индивидуальный. Какие обстоятельства сложились в вашей судьбе, кто на вас повлиял, с кем вы поговорили, на кого вы разозлились. Может, вы разозлились, что я вот сказал, что вы не знаете, что цены растут. И решили меня подвергнуть какому-нибудь наказанию. Да? За такое выступление против вас. И стали готовить соответствующие меры. Ну, что же может быть? Правда? Или наоборот. Вот наоборот. То есть вы видели, что оказывается, вот если глубже смотреть, то можно увидеть то, что на первый взгляд вот не видно. Не видно. И с одной стороны, вроде для лучшего зрения нужны очки. Вот я всю жизнь ходил в очках, как и вы. Потом, когда начали рекламировать все, думаю, а что я надеваю очки? Вот всю рекламу я вот так увижу сто процентов. Вот такое на величине. Всякую чушь я буду очень хорошо видеть. А хорошего они показывают на стенках. Хорошее все равно надо читать самому. Ну, и вот некоторые товарищи, которые одновременно со мной носили очки, продолжали носить очки, у них стало зрение ухудшаться, а у меня сохранилось, какое было. Как было плохое, так и осталось. Когда я, в общем-то, видел всех, вас я же вижу, не путаю ни с кем. Понятно, у меня не очень хорошее зрение, но оно не падает. А очки, они наоборот, так сказать, не тренируют хрусталик, соответствующие мышцы в глазу. Поэтому вовремя надо еще остановиться. Так, значит, есть носители, может быть, принадлежащие к самому разному. Дзержинский, между прочим, тоже дворянин. Калантай, тоже дворянка. А мы ее послом послали. Калантай. Ну, памятник дворянину Дзержинскому надо написать, чтобы не наступали. То в Москве взяли и сняли памятник Дзержинскому. Ну, что там без культуры такое? С памятниками воюет в Москве. Свердлову сняли, Каленину сняли, на Лубянке стоял памятник Дзержинскому и сняли Пустая площадь. Ну, куда теперь то? Бокатина туда поставить, который наши секреты выдал американцам? Кого туда поставить-то? да. Поэтому там вот такое движение в Москве есть, обратно поставили Дзержинскому. Ну, не потому, что он дворянин, а потому, что он основатель ВЧК. Да? Ну, и во всех кабинетах, там, на Лубянке, как вы думаете, какой портрет? Дзержинского по-прежнему. Портрет-то у них и раньше там был, но никто не вышел, когда снимали этот самый памятник Дзержинского. Никто оттуда из этих кабинетов не вышел и не защитил Дзержинского. А вообще, картина была, я вот на, буквально через несколько дней приехал, после как это там состоялся, ужасная картина. Вот мусора было в Москве, на Лубянке, вот столько. Бумаг всяких наброшенных, бутылок и все, барахла. Это, видно было, что пришли люди низкокультурные к власти. Значит, Свердлову памятник, значит, там сняли, этого, значит, Дзержинскому сняли, а там, где памятник Калинина был, на проспекте Калинина, Новый Арбат, там как тащили его, видно, и разбили эту плиту, все это рассорапно, раскол, но это люди, ну, низкокультуры. То ли дело у нас в Санкт-Петербурге, вот у нас, вот царю памятник стоит, вот второй памятник царю стоит, вот третий памятник царю стоит. Что, нам помешали, эти цари? Да это цари-то не настоящие, что вы с ними будем говорить? Ну, были цари. Вы сделайте, что-нибудь хорошее, и вам памятник поставят, или плохое, может поставить, да, то уже плохое, что у него сделаете. Ну, кто в Ленинграде, вот я даже не видел, что в Ленинграде били дубинками людей, как-то так здесь все-таки, народ-то более, так сказать, развит в этом отношении. Так что, когда мы говорим о тенденциях развития противоположных, то надо понимать, что носительные тенденции могут быть люди самых разных, классовых позиций по своему положению, но вот свои идеологические позиции они вырабатывают в ходе своей жизни, в ходе индивидуального своего жизненного пути. И это бывает связано с некоторыми особенностями, с всякими обстоятельствами. Вот, у Ленина, он вот такой, можно сказать, твердокаменный представитель идеи диктатуры пролетариата. Да? Выступает. А я вот смотрел, какая была полемика у Ленина с Плехановым при разработке первой программы партии в 1903 году. Это очень легко посмотреть, посмотреть материалы в шестом томе полного собрания сочинений. Вот Плеханов написал, как основатель русского марксизма, написал в проекте программы, что вот у нас государство будет диктатура пролетариата. И социализм. А Ленин пишет, зачем это нам, эта диктатура пролетариата? Хватит до руководящей роли. Но Плеханов был большой ученый. Взял и вычеркнулся за это. Там было три члена программной комиссии Марков, который ни в чем не участвовал, а так, статистом был. Плеханов и Ленин. Плеханов говорит, что Ленин раздражается. Вычеркнул эту диктатуру пролетариата. Потом смотришь, пишет Ленин. А тут же свои замечания на второй проект программы Плеханова. А тут же стоял тезис о диктатуре пролетариата. Это же Маркса в критике Готской программы, Энгельской, Эрфордской программы, немецкой социал-демократии. Сугубо на это указывали. То есть Ленин за это время почитал, разобрался, а Плеханов взял и вставил обратно. Он большой ученый и вставил. И вот с этого момента можно сказать, что Ленин колебания по вопросу о диктатуре пролетариата завершил свои, а были колебания. Или, Маркс Энгельс, они кто были изначально? Материалисты или идеалисты? Идеалисты. А? Идеалисты. А потом расы стали, после начитавшегося этого Фейербаха, стали материалистами. А потом думают, материалисты-то материалисты, что же мы такой багаж диалектики выбросим, что ли? И тогда они стали соединять вот этот самый багаж диалектики с материализмом, получился диалектический материализм. А потом они говорят, ну и что дальше будем делать? Дальше будем применять к истории. И когда они стали применять к истории, получили доселе невиданный метод исторического материализма. И вот с помощью этого метода уже можно было сделать те открытия, которые они сделали. Скажем, Маркс описал, что будет тогда, когда его не будет. С большой точностью, правда? Так. Ну это вот носители. А если человек делает и то, и другое, поддерживает одну тенденцию, и другую тенденцию. Может такое быть? Может такое в жизни все бывает. Поэтому бывают люди непоследовательные. Непоследовательные. Поэтому бывают последовательные позиции прогрессивной тенденции, представители прогрессивной тенденции. Бывают ее непоследовательные. То есть он в общем и целом поддерживает, но вступает вплоть и рядом. А бывают люди, которые двойственные. И туда они, и сюда они, куда они колеблющиеся. Как относиться в политике к колеблющимся? Они вам враги или не враги? А? Враги? Если они колеблющиеся, надо сделать, чтобы они к нам колебались. Зачем же их вот? Это очень большая задача. Ну вот, например, рабочего класса было меньшинство среди трудящих. Меньшинство. И Ленин, если бы такую точку зрения занимал, что вот объявил бы всех крестьян врагами. Там скорее Трусский на этой позиции стоял. И что дальше было бы? Ну и провалилась бы эта революция. Нет, крестьянин не враги были. Они колебались. Крестьянин, он свойственно ему колебаться. Я и мелкий буржуа. То есть я и трудящийся, и я и думаю, как стать настоящим хозяином. Я могу и туда, и сюда повернуть. Ну как-то вы на меня повлияете, а вы мне раз и землю даете. Все. Раз землю даете, кто дал землю? И сыры обещали, обещали, не дали. Большевики ничего не обещали, дали. Что от этого полюбил крестьянин большевиков? Ни в коем случае. Но если начинают у них отнимать эту землю, как Деникин это делал. Нет, говорит, мы большевиков не любим, но эта власть нам не нужна. Деникин сказал. Далой этого Деникина. И выгнали его. Кто разгромил Деникина? Рабочие? Крестьяне разгромили. Кто был в большинстве до Красной армии? Крестьяне. А Белой армии кто в большинстве составлял? Дворяне. Да ладно. Тоже крестьяне. Ну что вы говорите, какие дворяне? Вот эти дворяне в Белой армии были меньшинство. Рабочие и большевики в Красной армии тоже были меньшинство. А еще были военно-спецы буржуазные и крестьяне. Но если крестьян начали так обижать, отбирать у них землю, вот большевики дают землю, вам дали землю. Вам сказали, хозяйство все, вы стали пахать. Приходит Деникин, забирает это все. Вас вешает или родственников ваших вешает. Что дальше? Да, значит, те крестьяне, которые у Деникина, стали плохо воевать. Говорят, зачем мы будем воевать? Жизнью рисковать. Он на землю отбирает. А мы в жизни рисковали. Они видели, как он отбирает. Вешает крестьян, которые пахали. А те люди, которые... Некоторые пошли в Красную армию после этого из Белой. А если не пошли, не стали так воевать, как они до этого. То есть нет желания особенно воевать. За что? За Проливы, что ли? За Дарданеллы будем воевать? За что воевать? А красноармейцы уже теперь, они воюют. За что? За землю, за волю? За лучшую долю. Ну, воля, доля. А вот что первое место? Земля. За землю они. Так они за землю, крестьяне будут воевать. И как тогда их можно победить? А вот они колеблющиеся. Нет, колеблющиеся наши люди. Это вот иногда говорят, что страшнее нет равнодушных. Ну-ка, если вы мне равнодушно ко мне относитесь, это вы знаете, вы мне не враг. Правильно? Вот кто-то уже заготовил против меня какие-то выступления, а вы равнодушно ко мне относитесь. Так я с вами в дружбе. Правда? Я ничего плохого вас не жду. Ну, равнодушные. Вы же не поднимете на меня руку, не будете мне гадость какую-то делать. Поэтому нет, одно дело какой-то вот такой личностный подход, а другое дело политический подход. Политический подход означает смотреть, как получить перевес сил на свою сторону. Имея в виду, что тут просто одним классовым анализом не обойдетесь. Вот, скажем, рабочий – это прогрессивный класс. Они что, не были прогрессивным классом в 40-е годы в Германии рабочие? Были. Ну, тех рабочих, которые коммунисты, их пересажал, Гитлер, или порастрелял первое, что было сделано. Значит, вот оказались рабочие, ну, обычные рабочие. Их одели в шинели и погнали на Восточный фронт. Так кто здесь что? Мессершмитт стрелял, то есть летал на своей самолете? Или Круп стрелял из своей пушки? Нет. Тут рабочие же были. Рабочие – это прогрессивный класс был. Прогрессивный. Заинтересован он в том, чтобы не воевать с представителями рабочего класса другой страны. Заинтересован. А его погнали. А не пойдете, застрелим. Что делать будут с теми? Гитлер, что бы сделал с теми рабочими, которые не пошли бы воевать на Восточный фронт? Убили бы их. Поэтому, а уже пошли уже, как говорится, кровью связали людей, как делают все преступники. Уже все равно кровь пошла. А теперь в них стреляют. Убили теперь ваших товарищей, друзей. Кто их убил? Красная армия. Так надо с Красной армией воевать. И пошло. И дальше больше. И с чем? И вот получилось. 9 миллионов погибло военнослужащих. Красная армия и 9 миллионов немецких военнослужащих погибло. Но немецкие военнослужащие еще занимались убийствами и расстрелами мирных жителей. Плюс еще 18 миллионов. А Красная армия не занималась расстрелом немецких мирных жителей. Поэтому общий баланс. 27 миллионов погибло наших граждан. А немецких граждан 9 всего. И это и трагедия как раз. Вот класс. А когда Соединенные Штаты Америки напали на Вьетнам. И что там? Кто воевал-то? Что там? Интеллигенты или капиталисты воевали во Вьетнаме. Кого погнали? Во-первых, погнали рабочих американских. Это раз. Вот. Молодели их, соответственно, в военную форму. А во-вторых, доля негритянского... Негритянского... Доля негров среди воюющих в Вьетнаме была гораздо выше, чем доля негров в Соединенных Штатах Америки. Вот самых угнетенных, рабочих раз, негров два. И отправили их во Вьетнам. И пусть умирают. И пусть они воюют с этими вьетнамцами. А есть правящий класс, который потирает руки. Но не получилось. Не получилось. И вот опять уже хочется руки чешутся. Давайте воюемся с Кореей. Скорее уже воевали они. Выиграли у Кореи? Нет. Не выиграли. В Вьетнаму проиграли. Вообще американцы нигде никогда не выиграли ничего. Ни одной самостоятельной войны они не выиграли. Если не считать, что они прирезали там часть территории мексиканцев. В порядке продолжения уничтожения, так сказать, местного населения. Поскольку мексиканцы это, так сказать, не чистые англосаксы. А уже смешанные. Давайте их у них все отбирать. Или давайте от них отгородимся, как собирается сделать страну. Давайте отгородимся, стенку построим и все. Что же у них такая система мощная в США погранслужбы, что там кто угодно ее переходит. Попробуйте у нас, вот перейдите на нашу территорию. У нас ФСБ за этим смотрит. Кто у нас смотрит за погранлинией? ФСБ. Вы себе представляете, чтобы вот так вы просто перешли границу? Я вообще не представляю, у нас такое невозможно. А там, оказывается, надо строить стену, стену надо делать. Деньги тратить такие. Есть у нас нейтральная полоса, и там столбики стоят. Колючая проволока. И походят люди, которые... Ну, перейдете, вас сразу арестуют, и будьте здоровы. Ну, вот это, значит, надо все принимать внимание, чтобы наше вот такое классовое понимание развития не было примитивным. То есть не механическое оно. Это деление на классы позволяет нам сначала ухрупнить, свести, так сказать, задачу к более крупным, так сказать, вопросам. Но что касается уже от конкретных носителей, тех или иных, это все зависит от целого ряда индивидуальных, так сказать, обстоятельств. Вот таким образом мы можем решить вопрос о носителях позитивных и негативных тенденциях. Перерыв. Перерыв.